Нарядные девушки и статные юноши. Вчера еще студенты, сегодня выпускники. У них настоящий праздник получения дипломов о среднем профессиональном образовании. С приветственным словом к выпускникам обратилась директор Дмитровского техникума Ирина Заморухова. Самое главное, мне хочется, чтобы вы подняли еще дальше свой образовательный уровень, чтобы вы себя нашли в жизни. Двери нашего учебного заведения всегда будут открыты для вас. И, конечно, хочется сказать особую благодарность нашим родителям и нашим педагогам, которые, благодаря кому вы сегодня находитесь здесь, в этом зале. Многие сотрудники техникума были награждены благодарственными письмами главы Дмитровского района за многолетний труд, успешную подготовку молодых специалистов. Среди них классные руководители групп, мастера производственного обучения. Каждый день они дарили свой опыт и знания подрастающему поколению. Поздравить выпускников приехала замглавы Талдомского района Светлана Курсова. Она пожелала ребятам правильно использовать и приумножить полученные знания. Среди выпускников немало тех, кто за годы учебы добился высоких результатов. Их труд и старания были отмечены красным дипломом. Мастера отделочных и строительных работ, мастера по обработке цифровой информации, художники росписи по дереву. Всего 16 дипломов с отличием. Несколько лет назад эти ребята пришли в техникум с надеждой найти свой жизненный путь и обрести любимую профессию. Время пролетело быстро, и вот они готовы шагнуть во взрослую самостоятельную жизнь. И мы хотим поблагодарить вас, преподаватели и мастера, за то, что вы долгое время были с нами и многому нас научили. Генеральный директор Дмитровского мебельного кабинета Игорь Макаров выразил надежду, что все полученные знания и навыки выпускники смогут применить на предприятиях Дмитровского района. Вы закончили обучение, получили специальность. Вас ожидает самостоятельная взрослая жизнь. Я считаю, что вы сделали абсолютно правильный выбор. Вы получили профессию. А сегодня это является самым важным в нашей жизни. Специалисты, профессионалы нужны нашей экономике. Чем бы вы ни занимались, где бы вы ни работали, будьте профессионалами, работайте качественно, работайте с душой. И тогда перед вами откроются всевозможные перспективы. Игорь Макаров наградил выпускников почетными грамотами за высокие показатели в учебе и активное участие в жизни техникума. Антон Беликов, Владислав Кузнецов, Филипп Ошаткин, Вячеслав Большаков и многие другие трудолюбивые, активные, целеустремленные. На сцену поднялась и начальник управления по делам молодежи Дмитровского района Наталья Кондратьева. Дмитровский муниципальный район получит в свою копилку 110 новых выпустившихся профессионалов. Не останавливайтесь на достигнутом. И каждый день совершенствуйтесь теперь уже в своей профессиональной деятельности. В торжественной обстановке Наталья Кондратьева вручила дипломы о среднем профессиональном образовании студентам-автомеханикам группы номер 54, студентам-поварам-кондитерам группы номер 57. Ваши бурные аплодисменты, друзья мои! Бурные овации, аплодисменты! Смотрите, какие они красивые, какие они нарядные, какие они счастливые! Аплодируем! Церемонию вручения дипломов продолжил начальник отделения военного комиссариата Московской области по городу Дмитрову, Яхрами и Дмитровскому району. Один за другим выпускники поднимались на сцену и получали важный документ. Они долго шли к этому череда зачетов и экзаменов, защита дипломов. Студенческие годы насыщенные и интересны. Время, которое точно запомнится на всю жизнь. А уже совсем скоро, в сентябре, в двери техникума войдут новые студенты. В этом году мы открыли ряд новых специальностей, новых профессий. Так, например, это техник-спасатель, это МЧС, это пожарные, это дошкольное образование, это парикмахеры-стилисты и также это информационная безопасность. Сейчас идет у нас уже пора, когда мы набираем абитуриентов и практически уже все бюджетные места у нас заполнены, но мы ждем ребят именно по новым профессиям, потому что они открывают новые возможности и новые перспективы для их развития. Ну а выпускникам остается пожелать энергии, веры в себя и свои силы и, конечно, найти работу по душе. В добрый путь!